Вселенная не устает поражать человечество фантастическими и невообразимыми фактами. Она полна загадочных объектов и поразительных явлений. Представьте себе звезду, по сравнению с которой Солнце выглядит крошечной искрой в бескрайнем космосе. Звезду настолько огромную, что она способна поглотить большую часть Солнечной системы. Небесное тело таких размеров, что возникает вопрос о самой возможности его существования. При этом оно оставалось скрытым от любопытных взглядов долгие годы. И лишь недавно раскрыло часть своих тайн. Долгое время самой крупной звездой, известной человечеству, считалась ЮАЙ-щита. Расположенная в 9,5 тысячах световых лет от Солнца. Я уже рассказывал о ней в одном из выпусков. Эта звезда настолько огромна, что при помещении в центр Солнечной системы поглотила бы орбиту Юпитера. Ее радиус может достигать 1900 радиусов Солнца. А объем превышать 5 миллиардов солнечных. Однако с недавних пор новый гигант претендует на звание самой большой звезды в исследованной Вселенной. Он известен как Стивенсон-2-дефис-18. Или РСГС-2-дефис-18. Эта звезда расположена примерно в 20 тысячах световых лет от Солнца и входит в состав рассеянного звездного скопления Стивенсона. Впрочем, некоторые астрономы считают, что относить данный космический объект к скоплению Стивенсона не совсем правильно. Как бы то ни было, Стивенсон-2-дефис-18 находится в созвездии Щита и сохраняет за собой традиционно полученное название. Само светило было занесено в каталоги звездного неба еще в 90-е годы прошлого века. Но гигантские облака космической пыли мешают наблюдением за звездными скоплениями в созвездии Щита, скрывая их от любопытных глаз. Поэтому только в 2020 году ученые смогли получить данные о его размерах. И эти знания оказались... ошеломляющими. По некоторым расчетам, радиус Стивенсона-2-дефис-18 может достигать величины в полтора миллиарда километров, что в 10 раз превышает расстояние от Земли до Солнца и составляет 2150 радиусов нашего светила. Это означает, что объем гипергиганта превышает Солнечный примерно в 10 миллиардов раз. Помещенная в центр Солнечной системы Стивенсон-2-дефис-18 поглотил бы Сатурн вместе с кольцами и спутниками. Не говоря уж о внутренних планетах. Чтобы облететь эту гигантскую звезду по экватору, свету потребовалось бы почти 8 с половиной часов. За то же самое время свет от Солнца достигает Плутона в самой дальней точке его орбиты. Светимость гиганта, согласно расчетам, может достигать 440 тысяч солнечных, однако температура поверхности не так высока и составляет около 3200 кельвинов. Это почти в два раза меньше, чем у Солнца и соответствует красной части светового спектра. Поэтому Стивенсон-2-дефис-18 относит к категории красных сверхгигантов. Кроме того, столь невысокая температура означает, что большая часть излучения звезды приходится на видимый и тепловой спектр, а доля губительного для жизни ультрафиолетового и рентгеновского излучения сравнительно мала. Однако, несмотря на гигантские размеры и огромную светимость, Стивенсон-2-дефис-18 не виден с Земли невооруженным взглядом. Это связано как с низкой температурой его поверхности, так и с облаками космической пыли и газа, которые скрывают гигантскую звезду от земных наблюдателей. Они поглощают и рассеивают идущий от звезды свет, затрудняя её исследование. Масса Стивенсон-2-дефис-18 пока неизвестна. Но если предположить, что внутреннее строение схоже с UI-щита и другими супергигантами, то звезда должна находиться в пределах 20 масс Солнца. В этом случае средняя плотность таких сверхгигантов должна быть невероятно мала и приблизительно равна плотности атмосферы Земли на высоте около 90 километров над уровнем моря, то есть почти на границе космоса. Даже удивительно, как в таких условиях поддерживается термоядерная реакция, позволяющая этим звездам излучать свет. Размеры супергигантов настолько огромны, что эти звезды едва стабильны. Большая часть из них проявляет переменность в своём свечении. Причём эта переменность, как правило, непредсказуема. Неудивительно, ведь абсолютное большинство сверхгигантов находятся на финальной стадии своего жизненного цикла и могут превратиться в сверхновую буквально в любой момент. Согласно современным научным представлениям об эволюции звёзд, красными гипергигантами становятся звёзды с изначальной массой от 10 до 40 солнечных. Термоядерная реакция в их недрах быстро выжигает водород, превращая его в гелий. Затем главным источником энергии для звезды становятся реакции слияния гелия, углерода, кислорода и лития. Продолжительность жизни звёзд этого типа невысока. Всего несколько миллионов лет. Гипергигант – это завершающая стадия их жизненного цикла. В процессе развития будущие сверхгиганты быстро расширяются в объёме и теряют массу за счёт активного солнечного ветра. Прилегающие к изначальной звезде облака космической пыли и газа быстро оказываются поглощёнными стремительно распухающей в объёме звездой. Однако её собственный солнечный ветер формирует вокруг светила новую туманность. Однако времени жизни звезды недостаточно, чтобы в этой туманности смогли сформироваться планеты. В конце концов гипергигант взрывается, образуя вспышку сверхновой или даже гиперновой звезды. Его внешние оболочки разлетаются и постепенно остывают, превращаясь в туманность. А ядро становится нейтронной звездой или чёрной дырой. В зависимости от массы. Взрыв гиперновой сопровождается мощным всплеском жёсткого рентгеновского излучения, способным уничтожить любую жизнь на расстоянии в несколько световых лет. К счастью для Земли, все обнаруженные человечеством гипергиганты находятся гораздо дальше. Из-за активного излучения заряженных частиц звёзды этого класса замедляют своё вращение и в конце концов их внешние оболочки почти останавливаются. При этом ядро звезды продолжает вращаться. И разница между скоростями вращения ядра и внешней оболочки может быть очень большой. Благодаря высокой светимости, низкой температуре и большим размерам Стивенсен-2-Дефис-18 должна обладать поистине гигантской зоной обитаемости. Её середина должна находиться на расстоянии приблизительно 663 астрономических единиц от центра светила, то есть примерно в 20 раз дальше орбиты Плутона. А площадь обитаемой зоны должна превышать Солнечную более чем в миллиард раз. Учёные не исключают возможность существования планетарных систем возле гипергигантов. Однако невысокая продолжительность жизненного цикла звёзд этого типа и их нестабильное поведение делают это маловероятным. Во всяком случае, ни одной подтверждённой экзопланеты возле сверхгиганта не обнаружено. Стивенсен-2-Дефис-18 находится так далеко, что свет от неё идёт к Земле 20 тысяч лет. Может быть. Именно в эту секунду её ядро схлопывается в сверхплотную нейтронную звезду. А раскалённые внешние оболочки разлетаются в окружающую гигантскую звезду – ледяной космос. Однако мы узнаем об этом только в далёком будущем. Субтитры создавал DimaTorzok